Привет, дорогие родители! Сегодня я хочу рассказать вам о том, как учить детей выставлять планы, мечты и реализовывать их. Все начинается с маленького возраста. И когда наши дети начинают мечтать, мы часто говорим им, не надо этого делать, не получится, или не мечтая о таком, это слишком круто. И таким образом мы обрезаем крылья и возможности наших детей. Поэтому наша задача в первую очередь это помогать им быть мотивированными и через простые практические упражнения научить их мечтать и рисовать эти планы. Сегодня мы с детьми хотим показать вам, насколько просто это можно делать и как через поделки рисования можно начать учиться планировать. Итак, в первую очередь я попросила детей загадать желание, чего бы они хотели, какую бы они хотели реализовать мечту. И сейчас они будут рисовать свои мечты. Можно их слепить, пошить, нарисовать, нарисовать мелком на доске, на асфальте, чем угодно, спеть песню по поводу своих желаний и по поводу своих мечт. Ну и, конечно же, много разных вариантов, как можно предложить ребенку ее рисовать и визуализировать. Конечно же, мы понимаем, что наш мозг, он не различает реальность и фантазию, поэтому то, что мы проговариваем себе в голове каждый день, то, что мы визуализируем, то и приходит в нашу жизнь. Поэтому чистота мыслей очень важна. И умение отгонять от себя негативные мысли и привлекать к себе позитивные тоже формируется через практику. Ну и самый главный пункт. Можно сколько угодно рисовать, мечтать, но пока мы не начинаем действовать, ничего не реализовывается. И этому тоже нужно учить своих детей. Мы будем развивать усидчивость, мы будем развивать умение доводить дело до конца через другие мелкие упражнения. Вы всегда можете найти эти упражнения в практических курсах по ссылочкам снизу. А сейчас мы с детками расскажем, по каким критериям нужно выставлять цели для того, чтобы они реализовывались. Цели – это не просто сказать, а это конкретизировать. Когда, что должно произойти, описать это максимально четко и максимально конкретно. Даты, когда вы уже взрослые, понимаете цифры, и цифры нужно прописывать. Ну и, конечно же, нужно максимально деталей описать по поводу своей цели. Мечтайте осторожно, мечты сбываются. Поэтому старайтесь как можно более четко сформулировать свои желания. Для того, чтобы цели реализовывались, они должны соответствовать определенным критериям. Они должны быть четкие, их нужно прямо представлять и визуализировать. Они должны быть определенной датой достижения. Не бойтесь ставить эти даты. Даже если немножечко эти даты будут двигаться, то глобально вы увидите, что плюс-минус оно получается именно в этом периоде. Ну и, конечно же, должны быть четко определены действия, которые нужно сделать для того, чтобы дойти к этой цели. Не всегда есть четкое видение. Иногда это видение приходит по ходу действия, когда вы понимаете, чего вы хотите. И тут начинается магия. К вам приходят решения. Появляются нужные люди, появляются нужные возможности. Вы начинаете видеть то, что вы ищете. Возможно, вы когда-то наблюдали за тем, что вы решили, например, записаться в какой-то там тренажерный зал и сделать какое-то действие. И тут появляются люди, которые говорят, что вот они записались в классный зал. Появляется реклама где-то, которую вы видите и так далее. Связано это с тем, что когда ваш мозг нацелен на решение какого-то вопроса, какой-то проблемы, вы везде находите ответ на этот вопрос. А еще я очень люблю закладывать задачи в подсознание и потом эти задачи решать. Когда ты себе в подсознание даешь задачу, нужно решить то, то или это. И засыпаешь с этой задачей, то, скорее всего, наутро у тебя будет определенное решение. Все это развивается и, так называемое, прокачивается со временем. Самое важное – это слышать свой внутренний голос. То есть, по сути, подсознание – это подсказки внутреннего голоса. Это подсказки, которые базируются на опыте, который у нас уже был ранее. И интуиция, которая помогает принимать правильные решения. Это как накопленная база знаний, которая у вас есть, которая потом дает правильный ответ. Поэтому так это и работает. И детям я сегодня даю задание, чтобы они определились с тем, чего они хотят. Это может быть какая-то игрушка. Это может быть что? Поездка в Диснейленд. Что еще может быть? Покупка собаки. Какие у кого мечты? Расскажите мне, пожалуйста. Еще одного кота. Еще одного кота. Никита, какие у тебя цели? Какие у тебя желания? Ты хотел бы поехать, например, в Диснейленд, то, что ты говорил раньше, да? Да. Что бы ты еще хотел? Какие у тебя вообще, в принципе, есть желания? Чего тебе не хватает для Ферсти? Все хватает. Все хватает? Хорошо. На самом деле, надо чередовать, конечно же. И когда ты делаешь что-то, действуешь, и когда ты отдыхаешь. То есть, это все должно быть в гармонии. А мы сегодня с детками решили писать в блокнот свои желания. Дело в том, что для того, чтобы человек учился визуализировать, мечтать и достигать своих целей, он в первую очередь должен научиться эти цели ставить. Поэтому я показала своим детям волшебный блокнот, в который каждый год я пишу свои планы. И потом в итоге, в конце года, оказывается, что практически 95% всех этих планов реализовано. И что самое интересное, приблизительно в то время, которое я прописала в этом блокнотике. У детей тоже есть волшебные блокнотики, и они тоже учатся писать эти свои планы. Очень важно, чтобы ваш ребенок не просто писал планы и начинал действовать. И, конечно же, для того, чтобы у детей была мотивация что-то делать, мы периодически даем им возможность зарабатывать деньги. Поэтому сегодня они получили минимальную сумму, это около 10 рублей, и дальше они будут планировать, на что они потратят эти деньги. Ребенок начинает понимать, что в результате своих действий я могу заработать определенные деньги. Главное, чтобы вы не давали слишком большую сумму. И для того, чтобы ребенок понимал, да, цену к деньгам, он должен понимать, что в это все вкладываются силы, время. И, ну, в семье, по сути, все то, что родители делают, все то, что ребенок делает. И, конечно, чувствовал силу и уверенность в том, что делает он. Поэтому сегодня мы будем прорисовывать, прописывать и визуализировать свои цели. Каждые свои. Я буду проверять, все ли хорошо в моем блокноте, все ли цели прописаны. А дети будут сейчас планировать и делать какую-то вещь, которая тоже поможет им понять, чего они хотят. Вот такие вот визуализации у детей. И Коль, например, мечтает о собаке. И сейчас они будут продумывать, чего же им хочется на самом деле прислушиваться к внутреннему голосу. Понимать, какие есть желания, да, и начинать действия. А я помогу им реализовать их планы и помогу, направлю их в нужном направлении, чтобы они могли это сделать. Для того, чтобы цель сбывалась, во-первых, нужно понять, чего ты хочешь, понять, в каком направлении ты движешься. Далее поставить определенные четкие конкретные критерии. Обсудить по максимуму, да, как она должна выглядеть. Как я, например, себе даже визуализировала собаку, которую она хочет. Да, обсудить полностью все детали, как она должна выглядеть. И поставить даты и цифры, да, то есть даты реализации этого плана, цифры, если это финансовые какие-то цифры. Ну, а дальше недостаточно просто написать в этот волшебный блокнот. Он становится волшебным и действующим только тогда, когда вы делаете действия. Но чтобы делать действия, надо прописать приблизительный план того, что нужно сделать в ближайшее время, чтобы достичь этой цели. Эти навыки легко развиваются в ранней мудрости. Вы можете начинать даже вот с такими детьми, да, они посят сейчас в пятнике, это сейчас в семь. И потихоньку дети начинают к этому привыкать. Поэтому обязательно попробуйте и вы, и пишите, что получается. Коробочка желаний. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok